ребятишки здорово идем вдоль вокзала екатеринбурга смотрите ребята до сих пор нас провожает максим руслан привет привет новый ролик максим из челябинска тоже помогает среди сумки все тащат все-все в деле все-все-все как бы сказать помогает по максимум заходим на вокзал у нас путь 8 объявили посадку ребят вот екатеринбург кисловодск сейчас 45 головы поезда нас третий вагон ребят знаменитый переход очень длинный очень много путей на вокзале екатеринбурге вот она толпа на лифте на лифте на лифте как они называются эти пешком то быстрее это куда полезешь мы бы еще в лифте застряли вот при ты куда в лифте поехал поехал это куда они то я ладно вот пост ребят стоит сейчас туда идем все заходим самое последнее у нас дать а нет предпоследний такой вот 29 ребят о яркий свет вот такая ребятку . заходите ребят ставьте это сюда вот туда вот прям уголочек ставьте ребята помогает нам всячески всячески спасибо огромное им за это ради бога у нас реально ребят рук не хватало андрюха андрюха тоже знаю где чё она к еды у нас цель за 60 часов съесть рисунки еды как всегда съесть и выпить я наверху так помещусь на сегодня прячься давай распустили ребят вы за то чтобы андрюха с айцем приехал ставьте лайки он задумал что-то андрюха это сюрприз мы такие просыпаемся завтра утром он такой привет а у него чемодан уже в соседней купечке уже все издание что такое взорвался едем там баку гордился кстати эти хорошие сидушки да нифига мешком потеки них буду сидеть еще здесь смотреть в окошко цвета все андрюха ребят пристроился вдруг и есть на саде я у тебя хочется в пути звонить на работу скажу жарки ну вот все ребят отправились на чух 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 окошечко пока закроем потому что еще проводник еще придет они были закрыты посидели мы в комнате отдыха бизнес 200 рублей стоит посмотрели посмотрели футбольчик между прочим 30 пока италия выигрывает турцию 30 да как мы оценим вип-вип-зал неплохой телевизор есть душ можно принять очень комфортно туалет а душ как комфортно полотенчики выдают да нет мясо от я своя своя даму ну ладно наша 60-часовая поездка начинает начинать спасибо ребятам еще раз ребят которые проводили делать очень приятно неформальная встреча с подписчиками а мы с вами встретимся уже будет светло утречко сани континентальный завтрак дизинфекция ты завершаешь себя дизинфекция здравствуйте наши зрители снова мы с вами здороваемся потому что новый день настал утречка за окном пермский край погода в пермском крае переменчивая какая-то облачность михалыч еще не бритый макси михалыч как будто уже четверо суток едет алисандр даже трое суток уже едет ладно вчера всю ночь отмечали победу сборной италии аналит на вагон ногу в туалет кидали сегодня это проводится с утра всех разбудила все входило началось каждое поигрывал то бумагу бросал где-то совались то за италию вчера болел поезд фирменный урал еще раз напомню екатеринбург-кистоводск коридоре увидели коврики туалет кстати убрали дорожка дорожка да не коврик дорожка правильно михалыч меня колесики постоянно путались в этой дорожке собирали чемодан запутался кондиционер довольно таки вот агрессивно работы смотрите мы уже так заделали потому что верхние там замерзли холодно но мы пока что нормально комфортно все чистенько вот кроватки все парк заправлены к заправленной кроватке были все что мне не понравилось что кажется это нас набанули сказали что нас билет с питанием и кормить только будет один раз хотя мы едем три дня непорядок 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 я помню раньше дать чем сколько дней едешь столько и начать и ржд на написали тэнджи типа узаш люди готовились думали что и будут кормить каждый день еды с собой не взяли их сегодня раскроют его на готовились растягивание взяли готовились готовились а тут один раз и стягиваться удовольствие и сейчас кстати обещали с 9 до 10 да сейчас принесут остателевать винище с утра выйти отдавайте шампанский у нас есть шампанское шампанское всем подъехали на станцию чернушка пенский край вокзал мы уже проехали там мы снимали неоднократно сейчас мы готовимся к завтраку как назвали так континентальным захватчик вася вася будешь смотреть да мы запомнили твои заветы продюсерские на наши заветы взяли сыр сыр взяли мешки взяли заправку к сыру также икон кофе этик михалыч котомку всегда я кстати кофе заказал да сколько стоит пикел к 100 рублей 100 рублей всего настоящий скорая машина финский внутри в одном да ребят хорошо мы вчера в екатеринбурге затарились язык канал я же самое главное вот что у нас есть с семенами конопли вот так вот ребят и так ребята у нас готов стол сегодня резко континентальный утром в чайнике сварены на право на правах рекламы мёд так горно-алтайский такой запашок от этого сыра идет чувствуете чувствуете и парижу чего начинать научите я континентальными завтраками ты не балую спаде континентальный завтрак с чего начинать вариаций мира много разных можно брать вот так скажи как это делается в медок в медок дальше на какой сыр без разницы без разницы блесневый тоже можно один голубой другой белый так хорошо понятно 2 вариант так багет багет серфисы сырок так и третий вариант с беконом чё-нибудь изобразить ребят у нас тут еще креветку подоспелом черноморская да можно брать хоть в этом году на море не побывали на зато попробуем черноморске летами на попробуем это будет вместе с этим это подарок от нас от наших пермских подписчиков это подарок от меня ребята знаете вот такая с черного моря подарок короче просто берешь и ничего числа как чипсики пахнет рыбкой очень даже плохо такая вот штука интересная не рекомендуем 100 рублей стоит пакетик такое обед принесли колбаска горячая горячие чок пакет супа и давай распечатаем что в этот раз положили тот раз колбаса была там в омской поездке а здесь а здесь макси михалыч брюки превращаются превращаются брюки сейчас разобрет водичка водичка ложка дефирка что-то новенькое галета и все на хлебцы гречневый сверху для тебя и конфетка мятная конфета таблетирована таблетирована скромно скромно скромника грязи на три дня мы василий нас опять же наш продюсер научил вот она горячая сейчас все да зато макс потом ляжешь вот он тепло не было как ты любишь да кстати надо отметить вегетарианская кухонька есть специальная на тех кто не ест мясо курицу когда это не резиновая это плюс я выбрал курицу резиновая ребята вышли выбрали говядину резиновая лежит дожить рожать любить любить вот такая погода нас ждет ребята в пятигорске к сожалению печаль печалька света любит печалька это была не вятка это была река такая пишите в комментариях это кама была ребят кама наша родная что-то ребятки широковато саня решил пиццу саня решил полежать хотя воздух чистый свежий очень полезно выйти подышать вот станция грязь который мы приезжаем очень часто вот самый интересный момент то что мы часто ездим через загрязь перим адлер например и вот этот поезд тоже вот в этой станции именно у них пути разные перим адлер но именно на этой станции эти поезда встречается то есть они оба держат путь через эту станцию а дальше их пути расходятся нашу сторону кировской области уходит в сторону вятских полян а перим адлер он уходит в сторону набережных челнов вот но потом в ульяновске они снова встречаются и там какая-то часть по моему до тихорецкой они вместе идут ну по одинаковым пути те же самые станции вот по моему после тихорецкой уже уходит там на кавказ там генеральные воды туда за моей спиной локомотив mp1m то есть типичный довольно таки локомотив для пассажирских поездов для для здешних мест вот он такой вот шо ребята хорошо максим михалыч счастлив свежим воздухом подышать вышло лапы к нанге и пошли и манглев ну ладно пойдем обратно сейчас подышим воздухом пойдем обратно можно тогда до вятских полян немножко вздремнуть когда это в частном за расписанием ребят следим на не запоминаем так что наизусть это все помнить ни к чему я думаю ребят васин метод действует покажи еще макси михалыч пожалуйста что у нас тут горячее питание горячее все ребят в одеялко заворачивайте и будет все четко тепленько ну подробно за донышко да теплая кстати сколько времени пришло часа два на часа два прошло вася еще один тебе респектуха лайфхак до заворачивайте в одеялко и все убирайте кстати мы спросили у начальника поезда почему кормят только один раз задали этот вопрос что ответила она сказала что с недавних пор теперь так она согласилась да раньше действительно было что сколько дней столько и портзай тебе подносит ну к сожалению времена меняются мы тут как говорится ржд начал экономить вы как тут говорится наши полномочия тут все нам что сказали то мы сделали пробуем чем макси михалыч красота без этого никак красота ну ладно пробуем кухню местную так вот она выглядит морковочка там даже вареная есть ох кто-то в туалет побежит после морковочки то вареный курица съедобно кстати она какая-то настоящая канита резиновая улица про который говорится не почему самолеты которые дают да это приготовлено кстати женщина которая приносила она отметила да это наш не заказывать как на станции то есть продукты уже здесь из продуктов делают да не сухой поем да ну ладно приятного аппетита всем да мы действительно постоянно живем мы не показываем только одну сапку мы реально живем и можем остановиться с такими животами приедем ну вы что же идите там по другую сторону я знаю да я тоже смотрю блогеров разных и кушаю ну ладно следующая станция вятский порядок вятские поляны населенный пункт который находится на самом юге кировской области на краешек вот этой кировской области застали поездки но вот станция вокзал вятские поляны небольшой вокзальчик электрички ходят вот такой вот вокзальчик ну и паровоз л-400 л-4610 повторяю нашими местами ездить очень редко так уж чисто символически вам спасибо магнитики спасибо смотрим вас всем спасибо спасибо погуглите потом привет кому там всем подписчикам хорошего отдыха самого лучшего настроения пусть все ваши взлеты и падения вот не в жизни только в кровати но хорошо спасибо 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 огромное ребята это был наш подписчик из вятских полян константин огромный еще раз ему привет большое спасибо за то что передал дарочки небольшие монетики сувенир очки там всякие вещи интересные спасибо огромное хорошо что мы проснулись и вышли до нового константин предупредил что будет ребята мы тут подъезжаем уже казани немножечко осталось казань 2 насколько я помню танцы будет не на основной вокзал которого историческое здание которое было восстановлено после пожара мы готовимся у нас сколько максим михалыч 40 минут или 50 даже стоянка 58 58 почти час ребят ну и как прошлый раз мы наверное кошечка пара трем потому что на солнышке видно и съемочки такие мутноватые получается поэтому мы впереди-то у нас такие места этому мы все это проезжали много раз а вот впереди будут такие места где мы еще не были нам интересно поснимать окошечко должно быть подготовлено поэтому максим михалыч сейчас возьмет салфеточку от горит хочу тебя помнишь то как хвалили то лайки стайли вот максим то михалыч золотой человек уже пройденный дат высокий парень погиб на нас за 48 минут 50 лоскать 1 чик чик покупали на ироги мы успеем кстати давай возьмем лучше чик чик уже не тот не тот уже и казань не торт мы причем всегда когда на юг ездить всегда чик чик покажем так еды мало осталось колбаса и ты еще показываешь не вершину айсберга только на там там еще раз сумка два сумка три сумка дарились просто банановая република бардак к счастью есть который уберет который скоро все раскидает по сумкам ленивость какая-то а давайте заснимем вокзал с какой он а вот ребята и казань казань большущий город красивый город были мы здесь в 2016 году когда еще так можно сказать на заре развитие канал вот такой суши например в такое же место для нас михалыч завел google вернее михалыча завела он уже нас хорошее время было суши мы подъезжаем все-таки казани первой походу почему да ребята это не казань 2 это казань 1 потому что замечательный вокзал вот он красивый восстановленный классно казань первое обязательно нужно выйти ни разу здесь не был только в детстве вот это да это шарик казань пассажирской так это есть казань сажать пассажирская там наказали восстание восстание на этом все четенько но вот он вокзал ребята красивый welcome to kazan чемпионата мира еще осталось тут точно есть это чмак красивый вокзал но к сожалению пять не на этот самый на первый год но тут есть переходы вот они спокойненько можно прогуляться время у нас есть вот так вот но вот что-то новенько хотя бы до что-то новенькое за не один ну все выходим и прогуляемся подышим воздухом поснимаем ребят все вот прогуливаемся показать тут пока что у нас никто не встречает моряков какой-то знакомый ходит это же поезд веком пассажирский стоит состав это наш екатеринбург и словодцы много людей кстати в казани выходит кто-то просто доказать а мы дальше кстати поезд вот этот который стоит это это собрат можно сказать киров кисловодск состав тоже туда же вере да и мы только с кирова будем знать что такое поезд еще есть возможно придется воспользоваться максим михалыч предложил вокзальчику снимать пока возможность есть время позволяет ребята еще чак-чак поисков хотят купить чаю есть нечего есть вон такая башенка интересная ну и переход тоже довольно таки известный на фотографиях на картинках ржд надпись поднимаемся по переходу там наверно выход в город наверно михалыч да а ты хочешь на привокзальную площадь прям выйти посмотреть на ни разу здесь не быть но мне кажется там тоже торговлю что особо запрещено на перронах сейчас вообще ребята очень очень сложно где-то найти город чтобы что-то и продавалось есть небольшие киоски конечно в разных городах официальный а так но в казани здесь я не вижу ничего а а а а а а а Продолжение следует... Ну и вот, ребят, вышли на привокзальную площадь. Правда, микрофон забыли, как обычно. Что не будет? Но мы что-то не думали, что ветер будет. Но я думаю, что не сильный. Сейчас покажем вам вокзал со стороны города. Стоит еще добавить, что сейчас в Казани, прямо сейчас, прямо сегодня, 12 июня. Замечательная просто погода. Очень тепло, комфортно, так прям, прям вообще комфортно, комфортно. Сухо, воздух, приятно. Вообще классно. Прогуляться по городу. А то мы засиделись, ребята, в поезде, все-таки. Немножко как бы душновато. Когда кондиционер работает, довольно прохладно, тоже некомфортно. Сейчас выходишь, просто классно погулять, отдохнуть, подышать. Ну и засиделись. Мы там уже все игры переиграли, возможные. Там мы и Саня на планшете. Вот, короче, все. Немножко потустали. Смена обстановки. Выходите, если у вас возможность есть. Закрывайте купешку и просто погуляйте. Посмотрите. Города, в которые вы приезжаете, если у вас есть такая возможность по времени. Ребята, смотрите. За моей спиной вокзал, да? А здесь совсем недалеко. Вот так вот дорожку тут перейти от привокзальной площади. То есть магазинчики есть, дары Татарстана. Там сувенирчики есть, чак-чак в разных исполнениях. Все можно успеть и попробовать что-нибудь себе домой на память привезти. Вот Максим Михайлович затарился. Смотрите. Хворост с сахарной пудрой. Чак-чак, сказали, хороший. У них собственная пасека, один из лучших в Казани. Вот золотые продукты. Традиции, золотые традиции. Чаечку, да? Ну ладно. Мы возвращаемся на поезд, погуляем. Отдохнули немножко от поезда. И дальше поедем. Ну а тащит нас, ребята, ТЭП-70 тепловоз. Вот такой вот от раскраски интересной. Вроде как бы не обычная раскраска, насколько я помню. ТЭП-70. Откуда у нас подача? Зеленого доллара? Не знаю. Вот это уж точно не знаю, не подскажу. Это Саранска. А мы в Саранск приезжаем? Ну или в Саранск. Саратов? Не знаю. Возможно. Ну все, ребята, покинули мы Казань. Набрали всяких вкусняшек. Проветрились хорошо, да? Погулялись. Часик погуляли. Погулялись. 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 И сидим. Да, и сидим. Здравствуйте. И сидим. Отдыхаем. Отдыхаем. А здравствуйте. А здравствуйте. Ребят, ну как обычно ворвался, только камеры не было. Камеры не было, ворвался. Напугался. Михаил чуть чак-чак не вдохнул. Ну давай, Паша. Момент врыва будет на моем канале. Паш, давай, рассказывай. Покометро? Да. Попутным. Вы не захотели поехать мимо меня в Москве? Москва приехала. Да, Москва приехала к вам, решила с вами прокатиться. Как-то так. Рассказывай. А что еще? Ну куда, чего, как? Насколько, куда? Я еду до Сызрани. До Сызрани. Да, хорошо. А где это Сызрани? Самарская область. Все ясно. А Серега? Что-то вы зачастили в Самарскую область. Интересная очень область. Да, дело молодое. А Серега? Серега же в Ульяновске. Серега в Ульяновске ждет. А Ульяновск до или после? До. Ульяновске, а Ульяновске тоже выйду. Ну а Серега не знает о том, что я уже здесь. О, прикольно, прикольно. Вот никто не знает. Кунгур часть вторая. А знаешь, ты тогда-то тоже пока никому ничего не выкладываешь, чтобы до конца, ну, прости, ну, там шат. Короче, тогда, когда приедем в Ульяновск, мы выйдем, а ты хочешь чуть попозже выйти? Да, чуть попозже. Напугай его. Смотри, чтоб он отвернулся и сзади на него. Ну, как-то так. Ну, так. Ну, все. Сюрприз удался. Вот такой вот сюрприз у нас в ролике. Да, Дон Каперфильд передает тагильским пацанам привет, екатеринбургским, ну, в общем, че, кто знает. Да. Ребята, я с вами. Сюрприз удался. Тут, смотрите, какая красота. Где-то мы куда-то, наверх куда-то заехали, высоко-высоко. И ход замедлен. Вот, видишь, какого? Он уже получил паёчек. Паёчек получил такой же. Смотрите. А давай-ка мы распечатаем. Может быть, нас обманули. На самом деле там хорошие пайки дают. Единственное, я в водичку уже это... Хотел сказать, оставил дома. Знаешь, что, может быть, тут бачкают, да, сядешь? Да, сейчас подберемся. Так, значит, колбашка. Охотничья. Так, если ты наоборот туда, лучше, это... Паша к столу не сядет. Так, колбасей не. Есть будем все? Да нет, мы поём, вы видите. Давай, доставай. Так, что это? Зефирка. Зефир ванильный. Ну да, всё то же самое. Самое. Все хлебцы гречневые, я не знаю, я хлебцы нет. Ну, как обычно, ложечка, салфетка, билочка. Ну да, всё то же самое. Так, конфетка. Конфетка. Комментированная. Ну, теперь яблоки свежие. Яблоки свежие. Главный вопрос. Какой? Что у нас сегодня на горячее? На горячее? Витрианский. Либо курица. У меня вообще-то по билету написано стандарт. Так. Курица. О, как у меня. Рыба или курица? Без вариантов. Как у меня тоже так же было. Ну вот, как-то так. Приятного аппетита. А мы прервёмся на небольшую рекламную паузу. Рыба или курица? Рыба или курица? Курсу. Рыба в Рыба. Курсу. Рыба. Рыба. Я сейчас нахожусь в коридорчике, как видите, уже свечерело. Что у нас здесь происходит, значит, что мы тут пьем, распиваем, бергамотовый, пенный, ну ладно, смотрите меня, с пенным, бергамотным, но это не точно, пока что смотрю, что это, докопаться не до чего. Кто такие? Банда из Перми. Здорово, бандиты. РКТВ. От древнего Рима до наших времен РКТВ наш чемпион. Саня, здорово. Короче, ребят, чаечек, вот тут Паша подгончик принес, пахлава называется. В Казани покупал. Да, но мы назвали это похвалой, похвалой за наши усердные труды. Да, от нашего стола вашему столу, приятного аппетита. А мы сейчас тоже испробуем, давайте, пробуем. А сахар насыпал кто-то? Мы без сахара. Лимончик. 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 И хлебушегарчушный. Огарчушный. Есть, кстати, горчушный. О, Михалый. Аксей Михайлович, потягушечки. Вырубает. Вырубает. Ну ладно, поспи, поспи. Слушай, 3 часа спишь. Как-никак время в Перми. Ребят, Михалыча не ругаем, мы встаем на станции Ульяновск. Во сколько будет? По Москве, что мы времени 23-49. 23-49 по Москве. Там нас встречает еще один очень знакомый вам человечек. Да. А потом еще, какой станции? Сейчас, секундочку, я... Станция Сызрань. Сызрань. А это уже глубокая ночь, ребята. Да, это будет... Максим Михайлович готовится. Готовится. Да, и это будет 4-43 по Москве. Так. Вот это мы поспим. У нас, кстати, проводница пообещала, что разбудит. А почему она так сделала? Потому что мы, кроме что у него приобрели, для этого, для человечка в Ульяновске, который будет стоять. Ребят, короче, город Ульяновск. Мы немножко вздремнули. И сейчас уже время где-то без 15-12. Без 10-11 по Москве. Мы выходим в Ульяновск, и нас там ждет наш товарищ. Наш подписчик. И Анатольевич. Да, мы подготовили ему... Корчугинский мельхиор. Подарок, да. Сейчас мы выходим. Он, конечно же, не в курсе, что Паша тоже с нами. Все, давай, короче. Саш, ключ у тебя закроешь? Горелый. Подожди, как ключ? Ты закроешь? А что закроет? Он хочет выйти. Сойдем, ребят. Выходим. Серьезно, ребят. Серега, мы тебя идем встречать. Ребята, станция Ульяновск, центральный. А почему тут Демитрограф переехал сюда? Каким образом? А я тут рядом, в гостинке. Ясно. Ясно. Ну что? Вот он, Сергей, который встречал нас с ребятами в Демитровграде. Помните, когда я ехал в Афер? Теперь в Ульяновске встречается. Вот. Да, в принципе, и так хорошо, подсветка, нормально. Светло в Ульяновске. Вокзал. Это ты вот здесь, поди, наверное, устроился? Вон там, на шестом этаже. Ага. А что это? Почем нынче номера? Однако здравствуйте. Вы что, ищи брикюры заказывали? А еще нет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сюрприз. Сюрприз. Сюрперриз. Подожди. На всех подарок. Ну, спасибо. Здорово. У нас так же напугалось. Анатолич, сюрприз. Сюрпризы. Ой, осторожно. Не падай, Серега. Все-таки я это сделал второй раз. и чё с ними но так же стало в казани вот так приехали мы там там добрый вечер вы пережёри квартана у тебя как т.в. давай так ребят атака все нас наш подписчик еще один нас встречает получается уже это номер или тринадцать все подписчики кто нас включает сейчас на время наш локомотив type 70 уходит здесь ребят замена локомотива еще происходит ульяновске но видимо тоже на тепловоз какой-то другой ладно ребят мы сейчас тут пообщаемся потом конечно же возвращаемся обратно в купе и на этом сегодняшний как бы ролик заканчивается смотрите продолжение нашей поездки в следующем ролике там будет тоже прикольно там это же будет люди встречать я думаю даже если не будет встречать это все равно будет прикольно ладно ребят все всем пока ульяновск счастливо и 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